Так, ну что ж, всем добрый вечер, я вас всех приветствую. Сегодня мы продолжим с вами знакомиться с техническим анализом. В прошлый раз мы поговорили немножко про графики, про то, как они вообще выглядят, и чуть-чуть вообще сказали пару слов про технический анализ, потому что на базе графиков строятся какие-то различные индикаторы. Сегодня мы поговорим про индикаторы, и на базе этих индикаторов попробуем построить маленькую-маленькую модельку, самую такую легенькую, самую примитивную, которую мы попробуем использовать для обучения. Итак, здравствуйте, давайте начинать. Ставьте мне, пожалуйста, плюсики, если все хорошо, если меня видно, слышно. Сегодня я с интернетом вроде бы разобрался, надеюсь, что все будет хорошо работать, соединение будет стабильное. Так, ту проверять, вижу плюсики, прекрасно. Поехали дальше. Значит, зовут меня Игорь Стурейко. Я преподаю в отусе и руковожу рядом курсов. Я руковожу направлением обучения с подкреплением, курсами линейки ML, курсом ML Ops, то есть это выкатка ML моделей в продакшн, и курсом финансового ML. То есть в рамках этого курса по финансовому ML, по финансовому анализу, мы как раз сегодня здесь и встречаемся. По образованию я физик, закончил Московский университет, там же защитился, и последние лет 15, ну не 15, даже больше уже немножко, занимаюсь прикладной математикой и матмоделированием. Это то, что сейчас по-умному называется Data Science. Писал на плюсах, писал на питоне, ну и, в общем-то, работал много где, в том числе в одном из НИИ структуры Газпрома. Те, кто будут смотреть в записи или у кого-то возник вопрос, возможно, после занятия, можете мне писать в Телеграм, если хотите, то я постараюсь всем ответить. Также я всем говорю, что у нас русскоязычное сообщество ML-щиков, оно не очень большое, поэтому всех призываю присоединяться в линке. Я буду рад видеть всех коллег и профессионалов. Ну и, возможно, кому-то будет интересно, у меня есть не очень активный, но канал по различным моделям, временным ритам, различным финансовым аспектам и применении всего этого добра в бизнесе. Значит, чем мы сегодня будем заниматься? Мы с вами немножко еще познакомимся. Я скажу вам буквально пару слов о ботусе, что это, как это. И затем мы перейдем к нашей непосредственной смысловой части. Мы поговорим еще раз, вспомним, что такой технический анализ, мы поговорим про индикаторы, разберем несколько простейших индикаторов. И как они, ну не то, что как они строятся, а что они обозначают, чтобы было понимание, и на какие сигналы здесь можно ориентироваться. Вот. И затем мы с вами построим на практике уже простую модель машинного обучения, обычный классификатор на базе вот этих вот технических индикаторов. Оценим его качество, подумаем, как это качество можно было бы улучшать. Ну и в заключении я вам расскажу о своем курсе, в рамках которого мы здесь и встречаемся. Значит, поскольку я вам о себе рассказал, я вас прошу тоже буквально так пару слов о себе. Кто вы, что вы, какие ожидания, знаете ли вы о ботусе, а я вам пока о ботусе немножко подробнее расскажу. Так, наши правила сегодняшние тоже участвуйте, задавайте вопросы. Я постараюсь на все вопросы отвечать. Единственное, они доходят до меня немножко с запозданием. И плюс у меня чат открыт в другой вкладке, поэтому я хожу туда периодически. Ну, когда возникает такая логическая пауза в изложении, я хожу туда в чат и разбираю ваши вопросы. Поэтому я могу их увидеть не сразу, с некоторой задержкой, и постараюсь все равно всем-всем-всем ответить. Так, пока вы мне пишите пару слов о себе, я вам расскажу, поскольку я о себе вам уже рассказал, я расскажу вам немножко об ботусе, о нашей компании. Значит, отус – это онлайн-площадка, онлайн-университет, который предлагает вам различные образовательные программы. Нашей такой фишкой специальной является то, что мы предлагаем вам не очень длинные программы, заточенные на определенные навыки. То есть мы не предлагаем вам программу на два года, которая сделает из абсолютных нулей нормального медла. Мы не ставим себе таких непонятных целей, потому что, ну, во-первых, за два года сделать медла прям хорошего – это не так уж просто. А, во-вторых, большая часть нашей аудитории им этого и не надо. К нам приходят люди, которые уже что-то немножко знают, ну, или хотят что-то только узнать. И мы предлагаем недлинные программы – 3, 4, 5 месяцев, заточенные на определенные навыки. Ну, например, вот эта программа посвящена конкретно финансовому анализу и его скрещиванию с методами машинного обучения. То есть, допустим, вы уже emailщик с опытом, и вам интересно поработать с финансовыми моделями. Здесь мы с вами пройдем от самых азов, то есть человек, который заканчивал какую-нибудь математическую специальность, он не знает, в общем-то, про биржу ничего. Здесь мы разберем самые простые вещи, что такое технический анализ, фундаментальный анализ, что такое индикаторы, из чего состоит вообще рынок, что такое там бумаги, криптовалюты, валюты, опционы, тому подобные вещи. Вот, и разберемся, как на базе вот этого всего хозяйства строить какие-то модели машинного обучения. Здесь есть определенные наработки, определенные шаблоны, и чтобы не набивать своих шишек, можно воспользоваться опытом других людей. Другая крайность – вы человек из мира финансов, вы окончили какую-то экономическую специальность, вы прекрасно ориентируетесь в биржевых процессах, но вам хотелось бы обогатить свою практику более сложными методами и приобщиться к алгоритмической торговле, к алготрейдингу. Мы вам расскажем здесь, как строится машинное обучение, то есть что такое вообще задача машинного обучения, что такое базовые задачи классификации регрессии, чем они отличаются, как мы классические методы машинного обучения можем применить к финансовой задаче, как мы можем применить, что такое вообще нейросети, как учатся нейросети, и как нейросетевые модели мы можем применить к финансовому миру, и как построить сложный, многообразный ансамбль моделей машинного обучения, которые на каком-то общем консенсуальном решении будут выдавать свою рекомендацию, стоит ли вкладываться или производить какое-либо торговое действие. Причем мы построим именно ансамбль, и то, насколько наш ансамбль будет в консенсусе, будет определять нам косвенным образом, но тем не менее степень риска, то есть анализировать, насколько наша большая модель уверена в своем решении. Уверенность модели – это очень важный показатель, и оценивать уверенность модели и потенциальную ошибку тоже очень важно. Так что наш курс позволяет заточиться вам как финансисту под машинное обучение, так и ML-щику заточиться под работу с финансами. Ну и в принципе Otus предлагает очень много таких программ, то есть у нас там больше 150, по-моему, курсов в онлайне на самые-самые разные грейды, от джуна до леда. Можно, конечно, возразить, что чему вы можете научить леда или сеньора, но оказывается, что, например, для леда нужны уже новые навыки, потому что следующий шаг для него – это уходить в должность технического директора, то есть уже менеджерская должность, управление командами, бюджетирование команд, а это другие навыки, которые у него, скорее всего, не было, пока он был техническим специалистом. Поэтому мы предлагаем обучающую программу совершенно на разные грейды. Еще одна хорошая фишка – то, что Otus имеет образовательную лицензию. Поэтому наши курсы все являются программами повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Что это значит? Это значит, что если вы заплатили свои кровные деньги, то вы имеете возможность эти деньги подать в налоговый вычет и часть этих денег себе вернуть. Ну, немного, 13%, но тем не менее, пустячок и приятно. Вот. Такая же возможность есть у вашего работодателя. Если он отправит вас к нам на обучение по какой-то профессиональной направленности, то эти деньги тоже можно зачесть в уменьшении налогов. То есть такой вот некоторый бонус от того, что мы имеем государственную лицензию. Так. Теперь чуть-чуть интерактива. Поставьте мне там единички, двойки, тройки. Знаете ли вы о нас, не знаете ли вы о нас. Может быть, кто-то у нас уже учится. А я иду в чат почитать ваши истории. Так. DevOps. Желающий изучить email в разрезе финрынка. Ну, тоже хорошо. Надеюсь, что все у нас получится и изучите. 6 лет программирования, 3 года email. Вопрос сразу можно. Как вы простраиваете танкетовый класс 2%? Давайте мы с вопросами. Мы сейчас с вами выпадем тогда в этом обсуждении, и нас вся остальная аудитория просто не поймет. Я тогда вернусь к конце, к такому вопросу. Тоже такой более уже специализированный именно по email моделям. Так. Андрей, email плюс time series. Прекрасная связка. Был на первой открытой лекции, несмотря на проблемы со звуком. Было интересно. Да. У меня упал интернет основной. Я был вынужден ввести с мобильного телефона. И были какие-то чудовищные тайминги. Поэтому звук периодически квакал. Были проблемы. Я надеюсь, что они сегодня нас не посетят. Сегодня я с основного интернета работаю. Если было что-то прям некомфортно, я перезаписал смысловую часть этой лекции. Выложил ее на YouTube и на своем канале в Телеге. Поэтому можно сходить, если там было некомфортно и непонятно что-то. И просмотреть ее в более таком коротком режиме. То есть там нет части, посвященной Отусу. Потому что это мой личный канал. Но смысловую часть я перезаписал. Так, Илья, я с финансовых рынков уже больше шести лет. И мы изучаем только как раз для этого всего. Чтобы переложить опыт на код. Ну да, это будет как раз хорошо. То есть вы знаете уже основную часть по финансам. И вам надо будет перекладываться. Как бы строить модели для взаимодействия с финансовыми какими-то данными. Так, вижу двоечки, троечки. Троечки, то есть вы уже впервые знакомитесь с нами. Кто-то у нас уже учится. Тоже прекрасно. Так, хедж-фонд Меридиан. В результате обучения мы построим торгующую модель. В результате обучения... Ну, смотрите, Андрей, мы с вами постараемся построить торговую модель. То есть я вам расскажу все компоненты, необходимые для ее построения. Построите вы ее или нет, будет зависеть от того, насколько вы будете выполнять домашние задания. Второй момент. Насколько ваша модель будет успешной. То есть мы разберем все кирпичики для построения успешной модели. Но прямо совсем успешную модель, чтобы построить, надо будет ее учить на большом объеме данных. А это большие затраты процессорного времени и ГПУшек. Это платно. То есть, ну, либо у вас есть свой собственный сервер, там какая-нибудь ферма с 6-10 ГПУшками нормальными. И на ней можно попробовать обучить такую модель. Либо вам придется пользоваться облачными ресурсами. Облачные ресурсы берут за это деньги. Ну, и дальше начинается вопрос. Вы готовы сейчас в обучении модели вложить достаточное количество денег? Серьезные фонды, серьезные компании, которые работают с алготрендингом, они тратят большие деньги на облачную инфраструктуру. То есть я вам показываю путь. Я вам не даю обученную модель, которая торгует, ну, не знаю, с каким-то определенным скором. Я вам показываю путь, как пройти к этой модели. Поэтому построить вы или нет, не знаю, но все шаги, все компоненты, из чего она состоит, из каких моделей, из каких кирпичиков ее нужно сложить, как ее связать с площадками данных, как ее выложить в облачную инфраструктуру и как ее сделать, запустить на инференс, то есть на работу в онлайне, то мы с вами все сделаем, мы с вами все пройдем, все эти шаги. Так, подскажите, какие ресурсы нужны для обучения на своих мощностях? Для того, чтобы обучить, обучаться на курсе, достаточно ноутбука. Модели, те, которые у нас встретятся, даже если они где-то будут немножко тяжелые, то мы сможем с вами обучить в Google Коллабе бесплатно. Это даст нам навык построения этих моделей и разворачивания их, например, в облачной среде. Дальше, ну, уже дальше надо будет смотреть, с какими массивами данных вы будете работать в реальных вещах. Поэтому требований я не даю вам прям каких-то. Телеграм-канал. Вот он. Телеграм-канал. Требований каких-то прям для облачных, ну, для своих компьютеров, своих ноутбуков прям серьезных нет. Поэтому вы все сможете сделать в облачной среде. Если у нас там будет практика по облачной среде, по выкатыванию моделей в реальные облака, то мы вам предоставим промо-коды для Яндекс.Облака, для Яндекс.Клауда, где вы сможете развернуть вашу модель в промышленной облачной среде, в промышленной конфигурации, запустить ее, чтобы она работала в онлайне. Ну, то есть небольшой такой вот финансовый пакет для Яндекс.Клауда мы вам предоставим. Ну, а дальше вы уже будете сами решать, когда он закончится, стоит ли вам поддерживать или нет. Так, вы сами торгуете в плюс. Да, я сам в том числе торгую и в том числе я работаю в компаниях, которые, ну, как бы пишу для компаний модели, которые занимаются торговкой. Так, есть ли у вас своя торговая модель? Да, есть у меня свои торговые роботы, которые достаточно успешно работают. Ну, скажем так, мои личные, как бы я не имею права тоже смешивать личные с корпоративными моделями. Но, как вы понимаете, когда я пишу корпоративную модель, я ее где-то тестирую, и у меня появляется возможность стягивать предыдущие небоевые версии без озвучивания того, что это за модель. Значит, не очень хороший вопрос, Александр. Почему? Объясню. Скоры моделей в финансовой среде – это очень и очень чувствительная информация. По всем соглашениям мне, например, запрещено сказать, что вот в такой-то компании модель достигла таких-то скоров. Потому что этого уже достаточно для нечестной конкурентной борьбы и тому подобных вещей. Поэтому я могу вам очень обтекаемо ответить, какие скоры реальные на моделях. Смотрите, если вам инвестиционный фонд предлагает 20% вам лично от привлеченных ваших средств, с учетом того, что надо остаться в профите и с учетом того, что надо обслуживать большое число эмальщиков, ну, небольшое, но тем не менее, некоторое число эмальщиков, квалифицированных эмальщиков, которые пишут и поддерживают эти модели, надо платить за облачную инфраструктуру, надо платить за источники информации, то есть все новостные порталы имеют платные каналы новостей, где новости вывешиваются немножко раньше. Плюс есть закрытые каналы, которые стоят еще дороже. То есть вот всю эту инфраструктуру надо обслуживать. И с учетом того, что инвестиционный фонд вам вернет 20%, он все равно останется в неплохом профите. Вот такой вот мой ответ. Так, давайте тогда теперь пойдем по нашему реальному кейсу. Вспомним еще раз, что такое технический анализ. Мы сегодня продолжим строить простенькую модель на базе технического анализа. Мы увидим, что она не очень хорошо строится в тупую из коробки. Но на следующем вебинаре мы попробуем с вами немножко с этим пределом что-нибудь сделать. Ну и сегодня поговорим просто, что мы могли бы еще в ней улучшить. Технический анализ – это метод оценки, прогнозирования движения цен на основе исторических данных. То есть вся основная идея технического анализа, что все, что могло повлиять на цену, уже отражено в этой цене. Никаких внешних сторонних факторов нет. Ну, скажем так, если бы у нас был идеальный мир, в котором были бы идеальные инвесторы, которые ничего не знают друг о друге, то, наверное, это было бы, ну так и было бы. То есть они знают только информацию, которую получают из официальных отчетов компаний, выставивших свои бумаги на торги. Наверное, бы так и было. Но поскольку у нас инвесторы не идеальные, они взаимодействуют с внешним миром, они взаимодействуют с собой, то вот эта вот чистая идея технического анализа, она не выполняется. Но, тем не менее, из каких составляющих можно сделать, ну, можно разложить технический анализ? Это самый примитивный графический анализ, выделяющий тренды и паттерны. Он начался еще на заре там века, ну, не этого, а предыдущего, то есть когда у нас только активно развивались биржи, и брокеры анализировали графики движения цены и пытались на них найти какие-то паттерны. В принципе, некоторые паттерны действительно работают, но работают они, наверное, не из-за того, что так действительно есть, а из-за того, что эти паттерны заложены во все модели, которые анализируют рынок. И у нас получается самоизбывающееся пророчество. То есть мы видим там крест смерти или золотое пересечение, и все модели сразу с большой вероятностью выставляют нам торговый сигнал. Поскольку основную массу рынка составляют алгоритмические модели, то у нас сразу в большой доле рынка срабатывает сигнал покупать или продавать. И это вынуждает, как бы это приводит сразу к резкому движению цены. И на самом деле получаются уже такие вещи, что поскольку наш анализ, я показывал графики на прошлом занятии, он немножко отстает от реального времени, то получается у нас сработал такой мощный торговый сигнал, цена резко изменилась вверх или вниз, и нам уже поздно действовать по торговому сигналу. То есть нам надо действовать немножко заранее, когда мы видим, что вот сейчас, наверное, он наступит. А когда он наступил, уже начинаются, начинают срабатывать антипаттерны, потому что большая доля рынка сдвинулась в этом направлении. Значит, мы в принципе можем предусмотреть, что будет такое движение и заработать на противовес. То есть либо откупиться, либо продаться. Помимо графических паттернов, есть большой достаточно набор различных технических индикаторов. Сегодня мы будем смотреть одну из библиотечек технического анализа. Там в ней порядка 170 индикаторов. Мы, конечно, сегодня все разбирать не будем. Мы сегодня посмотрим там буквально 5-6 штук. Но это даст вам базу, даст вам идею. То есть дальше вы можете автоматизировать этот процесс. То есть вы можете строить все эти технические индикаторы. Затем строить анализ между ними, корреляционный. Смотреть, если они какие-то признаки сильно коррелируют между собой, то их надо отбрасывать. И уже на оставшихся делать новую модель. Ну или там пользоваться какими-то другими приемами. Например, методом главных компонентов. Для того, чтобы выделить основные, не коррелирующие между собой признаки. Вот. И надо не забывать в техническом анализе. Про это иногда забывают новички. Что надо в том числе смотреть на показатели объема торгов. Ну хотя бы на скользящей средней. Это достаточно такой важный показатель. который является, как правило, усиливающим паттерном, усиливающим сигналом в тех или иных паттернах. Итак, подведем кратенький итог технического анализа. То есть, вот что это такое вообще. Это можно изложить в трех коротких принципах. Цены учитывают все. Все известные и неизвестные факторы отражены в текущей цене. Поэтому нужно анализировать только текущую цену и ее предыстории. Второй принцип. Цены движутся в трендах. Это что значит? Это значит, что цена движется в каком-то тренде, на который накладывается некоторый случайный шум, который мы никак не можем предсказать и анализировать. Когда вы работаете руками и пытаетесь построить какие-то трендовые поверхности, трендовые коридоры, то, наверное, это так. Для современных серьезных моделей это совсем не так. И модели пытаются предсказать, достаточно точно предсказать, движение цены с совсем небольшим разбросом. И третий принцип технического анализа, что история повторяется. То есть, что у нас на наших графиках присутствуют какие-то характерные паттерны, которые, если мы их наблюдали в прошлом, то значит, мы их сможем наблюдать и в будущем. Это самый спорный принцип технического анализа. Многие с ним не согласны, потому что поведение на рынке, с одной стороны, есть фундаментальные такие психологические аспекты, которые действительно повторяются. И регулярные кризисы и обвалы на рынке как раз это нам и показывают, что психология людей в масках срабатывает все равно именно так. И это зачастую вызывает какие-то обвальные реакции на рынке. С другой стороны, чем больше мы переходим в алгоритмическую торговлю, тем меньше и меньше предпосылок того, чтобы история повторялась. Алгоритмы не анализируют, точнее говоря, не анализируют, конечно, предыдущую историю, но они больше стараются вычленить какую-то общую информацию из набора показателей, что тот или иной набор показателей дает нам сигнал к движению цены вверх или вниз. Больше вот это, наверное, срабатывает. Но, тем не менее, мы сейчас пока с вами занимаемся, работаем в рамках самого простого технического анализа и туда так далеко залезать не будем. Поэтому вот в трех словах технический анализ. Цены учитывают все, цена движется в трендах, плюс у нее есть шум, и паттерны прошлых периодов будут наблюдаться и в будущем. Теперь давайте поговорим про сами индикаторы технического анализа. То есть что это вообще за индикаторы, что это за страшный зверь из технического анализа. Самое простое. Мы сейчас пройдемся по сколько у нас тут, шесть и тут три, девять индикаторов, и потом разберем их немножко более подробно. То есть это скользящие средние. Это самый простой, самый первый индикатор, которым все начали пользоваться. То есть брали усредненную цену за какой-то период и сравнивали ее с текущей ценой. На основании соотношения среднего и текущего цены делали вывод, бумага перекуплена или перепродана. То есть она торгуется слишком дорого, и значит она скорее всего пойдет вниз. Или она торгуется слишком низкой, значит скорее всего она пойдет вверх. Помимо простой скользящей средней часто рассматривается экспоненциальное среднее. Чем они отличаются? Тем, что веса тех членов ряда, которые входят в нашу среднюю, скользящую среднюю, они в простой скользящей средней они все берут с одним весом. То есть мы берем просто обычное среднее. А экспоненциальное мы берем взвешенные как бы участие этих компонент и веса эти спадают по экспоненте в прошлое. То есть экспоненциальное скользящее среднее больше и сильнее учитывает последние последние компоненты. Ну, полосы Беллинджера это просто скользящее среднее плюс-минус стандартное отклонение. Есть еще индикатор относительной силы, который сравнивает как бы тоже для оценки перекупленности и перепроданности бумаги. Есть индикатор следования тренда Moving Average Conundance Divergence. Он измеряет разницу между краткосрочной и долгосрочной скользящей средней. То есть насколько мы как бы подвержены короткому короткому пику есть стахастический осциллятор который сравнивает текущую цену бумаги с некоторым ценовым диапазоном. То есть насколько наша бумага отклонилась от среднего. Значит есть индикатор истинного коридора средний истинный коридор Average True Range. Значит он обычно используется для определения точек входа или выхода из сделок а не направления. То есть есть индикаторы средней направленности которые оценивают насколько сильный тренд. То есть насколько тренд идет достаточно круто будет идти вверх или вниз и приближается ли он к точке разворота. Ну и есть некоторый импульсный индикатор еще тоже скорость изменений. Вот с этим небольшим набором индикаторов мы сегодня и поработаем. Давайте чуть-чуть на нее взглянем поподробнее. График простой скользящий средний. У нас как правило используются краткосрочные средние то есть 5 там 10 20 дневные то есть это у нас недельная двухнедельная и месячная и среднесрочные средние то есть 50 дневная это у нас двухмесячная средняя и долгосрочная 200 дневная то есть 200 дней это у нас почти год. пересечение один из самых известных сигналов пересечения 50 дневный и 200 дневный дает так называемые точки золотого сечения и мертвого пересечения то есть золотое сечение когда у нас долгосрок пересекает вверх и это значит сигнал надо покупать и наоборот когда у нас нет наоборот долгосрок пересекает вниз долгосрок пересекает вверх это мертвый крест когда надо продавать рынок идет вниз но поскольку это все-таки средние такие длинные усредненные то реальный сигнал на этих графиках он немножко запаздывает от того что происходит в настоящее время ну как я уже сказал есть экспоненциальная можно на них посмотреть то есть вот на графике у нас нанесена простая скользящая средняя экспоненциальная скользящая средняя и вот мы видим когда происходят резкие телодвижения именно резкие когда у нас график просто падает наши средние следуют вместе а вот когда происходит резкий вниз или резкий скачок вверх то они как раз и расходятся за счет того что экспоненциальная учитывает больше учитывает последние члены нашего ряда поэтому она более более чувствительна к последним изменениям а это что значит это значит что она меньше отстает от реальных реальных значений ее запаздывание будет немножко меньше ну полосы беллинжера более ну это более жертв все-таки полосы более жертв значит это скользящая средняя обычно 20-дневная или 14-дневная в зависимости от того как считаем и плюс-минус стандартное отклонение то есть это пересечение реальной цены с верхней и нижней полосой дают нам некоторые торговые сигналы мы можем на них ориентироваться индикатор относительной силы индикатор относительной силы он уже считается в другом масштабе то есть ну здесь у нас цена акций просто достаточно совпадает так индикатор относительной силы будет определяться от 0 до 100 значит и соответственно у него есть характерные диапазоны выше 7 то есть нанесены графики коридора здесь такой консервативный коридор 3070 можно его сделать меньше то есть там например 4060 и у нас будет гораздо больше сигналов но консервативный такой классический коридор 3070 то есть когда у нас пробивает 70 это явная перекупленность она нас пробивает 30 это явная перепроданность то есть надо смотреть на сигналы покупки эти пробои генерируют нам сигнал покупки сигнал продажи ну в принципе можно смотреть пересечение средней линии уровня 50 но это такой очень мутный сигнал иногда он срабатывает иногда нет то есть к нему надо относиться очень осторожно то есть отработка на уровнях 3070 дает достаточно четкий сигнал а вот отработка на пересечении 50% отметки средней линии она такая так себе уверенность у этого сигнала будет очень небольшая так moving over range convergence convergence divergets это эта штука показатель мат дает нам тоже торговый сигнал то есть он измеряется вокруг нуля и здесь как раз сигналом являет здесь есть два сигнала во первых у него строится либо пересечение нулевой отметки то есть это сигнал на как правило на плюс и на минус либо когда у нее строится еще сигнальная сама линия для показателя мат и когда сам показатель мат пересекает свою сигнальную линию то это дает нам генерирует нам сигнал на покупку а в обратную сторону сигнал на продажу насколько уверенность будет этого сигнала ну тут вопрос тоже очень дискуссионный и однозначного ответа вообще по всем этим делам нет если бы это работало однозначно то наверное мы бы не строили никаких более сложных моделей мы бы просто построили обычно такие модели на индикаторах они бы прекрасно работали так и да последний наверное мы разберем так чуть-чуть более детально индекс направленности то есть индекс направленности чем он выше тем он дает нам силу тренда то есть он нам показывает насколько сильный наш тренд зачем это нужно иногда даже как бы иногда очень тяжело на графике движения цены распознать какие-то паттерны то есть вот мы смотрим на график и не понимаем у нас там двойная вершина или сейчас пойдет отскок или у нас будет тройная вершина пойдет отскок или мы движемся в боковике в полосе на коротком периоде понять это очень-очень сложно но если мы накладываем еще индекс направленности на немножко более длинном периоде мы по его значению можем сориентироваться будет у нас боковик или наш тренд продолжится если этот индекс ADX дает нам большие значения выше 25-30 то значит у нас с большой долей вероятности будет продолжаться тренд и тот боковик который мы сейчас наблюдаем он такой временный скорее всего но мы можем оказаться и в пике в точке разворота ADX и тогда значит если мы в ADX развернулись не факт что наша цена тоже упала но ADX уже пошел вниз это дает нам четкий сигнал что в ближайшем времени цена тоже развернется то есть ADX почти всегда дает нам сигнал такой немножко заблаговременно и на него тоже иногда можно ориентироваться значит но надо понимать что ADX это не направление то есть величина ADX дает нам величину ну как бы крутизны уклона нашего тренда то есть если ADX падает вниз это не значит что наш наш тренд допустим восходящий с ним сменится на нисходящий его скорость роста может замедлиться может перейти в другой какую-то ипостась в боковик например это не говорит о том что он что это будет точка разворота то есть с этим нельзя путаться ADX может показаться что разворот ADX приводит к развороту график развороту графика цены но на самом деле ADX просто показывает силу тренда и все так но понятное дело считать все эти показатели есть конечно методика как они считаются есть объяснения есть статьи от отцов основателей начала века которые вводили эти показатели и основывали торговлю на их анализе почему взяты именно такие периоды среднего почему рассчитан именно такой показатель все это можно почитать конечно все это в архивах есть но можно посчитать это ручками но зачем считать это ручками когда у нас есть дополнительные библиотеки инструменты которые нам могут все эти показатели сформировать в одну строку кода одним из удобных и популярных инструментов библиотек является библиотека Талиб как я уже говорил это не тот Талиб который Талиб это библиотека техникал анализ лаберли и вот ей мы и будем пользоваться для нашего сегодняшнего анализа на практике что мы сделаем мы с вами с помощью библиотеки Талиб научимся строить индикаторы и более того мы посмотрим какие индикаторы вообще есть в библиотеке и как ими можно пользоваться мы построим несколько технических индикаторов мы используем наши технические индикаторы для построения модели мы оценим скоры наших моделей мы не будем сегодня делать полноценное бэктестирование потому что я оставлю это на следующий вебинар на следующем вебинаре мы воспользуемся уже специальными инструментами для проведения бэктестирования и оценим непосредственно профит нашей модели а сегодня мы просто сравним качество нашей модели на реальных торговых ну как бы на исторических торговых данных насколько она правильно и хорошо работает вот ну и чуть-чуть поговорим о том как ее можно было бы улучшить так сейчас я загляну в чат так так как сопоставить метод супа из индикаторов и применение фичей из tsfresh tsfeld используют индикаторы в качестве фичей потому что это самосбывающееся пророчество значит используют это принципиально ну как бы это не совсем разные вещи tsfresh в явном виде не содержит эти индикаторы но если вы сделаете автогенерацию фичей tsfresh tsfresh или tsfeld и сделаете корреляционный анализ с индикаторами то очень многие вещи которые она вам сгенерит с индикаторами будет очень высококоррелирована вообще говоря одна из главных проблем автоимеля вот с помощью этих библиотек то есть фреш tsfeld ну там еще ряда там h2o например еще можно взять в том что она генерирует фичи очень высококоррелированные между собой и высококоррелированные с теми исходными фичами которые у нас были не всегда иногда ей удается что-то сделать вторая проблема заключается в том что как я отношусь к автоимелю я отношусь к автоимелю не очень хорошо честно скажу хотя признаю что такой подход имеет место быть иногда используется когда он используется ответ очень простой автоимель генерит нам огромное количество признаков и наша модель итоговая которую мы обучаем становится очень тяжелая потому что растет размерность признаков пространства если мы используем тяжелые модели сами по себе там какие-нибудь трансформерные и плюс у нас нагенерировалось к этим моделям еще дикое количество признаков то учить этого монстра оказывается очень и очень тяжело ну тяжело что значит очень затратно по процессорному времени поэтому здесь надо искать профит не профит здесь надо искать баланс между тем сколько стоит время высококвалифицированного имельщика который на базе своего опыта и на базе там каких-то отдельных экспериментов может сформировать более адекватное признаковое пространство ваша модель обучится быстрее и легче либо у вас не знаю там ваша компания уже выкупила по какому-то какой-то подписке кластерное время в облачном сервисе и вы как руководитель проекта вам проще уже воспользоваться этим выкупленным временем или оно там по какой-то большой подписке недорогое чем брать себе в команду или нанимать высококвалифицированного имельщика высококвалифицированный имельщик стоит достаточно приличных денег и зачастую его зарплата оказывается более тяжелой финансовой нагрузкой чем оплата облачного кластера который будет рассчитывать вам модели на базе фичей которые нагенерили автоэмэль фреймворки поэтому подход здесь вот такой вот значит используют ли индикаторы в качестве фичей используют вы можете взять бумаги какие-нибудь там с яхтфинанс загрузить основные мировые индикаторы достаточно просто суточных данных которые бесплатные сделать скользящие средние 50 десятку и двухсотку то есть сгенерить сигналы на золотое сечение и на мертвый крест и посмотреть как резко скакнула цена при совпадении этих событий то есть это явно сигналы были сгенерированы автоматическими моделями которые ну в которых было выставлено достаточно большие веса на эти события так запись будет да будет урок записывается он будет выложен на платформе отуса в личных кабинетах и он будет выложен на ютюбе наверное завтра так тут наверное про все индикаторы стоит говорить что не то что оно дает сигнал а то что мы или другие трейдеры ожидают что оно дает сигнал иначе складывается впечатление у начинающих что так рынок и работает ну тут да в общем-то это так называемое самосбывающееся пророчество плюс как я уже сказал большую часть рынка сегодня это алгоритмы в алгоритмах эти все сигналы и паттерны заложены поэтому когда он видит какие-то сигналы с высокими весами то срабатывает сигнал на покупку или продажу так александра если д д и плюс д и минус добавить d x то будет направление ну да будет так будет тема проблемы тестирования в трейдинге нет прямо в чистом виде оба тестирования но мы разберём немножко когда мы будем строить с вами классические модели как проводится общий тестирование что такое тестирование частотное поправлюсь частотное оба Тестирование классическое. Как оценить размер выборки, который нам нужен, чтобы выловить тот или иной эффект. Ну и как проводятся самые простые АБ-тесты. То есть у нас будет там где-то одно занятие или половина занятия посвящено этому вопросу. Прямо детально мы не будем закапываться в АБ-тестирование. Тема эта непростая, особенно если мы берем с вами временные ряды, то есть нам надо тестировать модели на продолжительном каком-то интервале. Плюс у нас иногда может не быть достаточного количества данных для вынесения вердикта. То есть нам надо принимать решение, а эффект такой мал, что выборка не накопилась. То есть нам надо переходить к байсовскому АБ-тестированию, чтобы смотреть истинное распределение вероятностей. А байсовское АБ-тестирование для временных рядов это еще более непростая вещь. Поэтому детально мы на курсе не будем это разбирать. У нас мы АБ-тестирование разбираем на продуктовом курсе по аналитике, мы АБ-тестирование разбираем на ML Professional и в ML Advanced мы разбираем байсовское АБ-тестирование. То есть если вам необходимо знание про проведение АБ-тестирования, то посмотрите в сторону вот этих вот курсов и занятий. Также у нас есть, по-моему, открытые уроки на платформе на YouTube, на канале надо посмотреть. Там есть примеры частотного АБ-тестирования разбора кейсов. По байсовскому не помню. Может быть есть, может быть нет. Так, хорошо. Тогда мы идем с вами на практическую часть. Вопросы я посмотрел. Вы упомянули большую долю роботов. На ваш взгляд, доля роботов-живых трейдеров на текущем рынке влияет ли увеличение количества роботов на их результаты и загрязнение этих самых индикаторов? Ну, загрязнение или нет, индикаторов очень много. Мы с вами рассматриваем самые-самые простенькие. То есть там даже в Талибе их там порядка 170 штук различных индикаторов. Есть более, ну не более, есть некоторые специальные библиотеки с более хитрым набором этих индикаторов. Это не совсем загрязнение. Современные модели представляют собой ансамбль, ну такой конгломерат различных моделей. Индикаторная модель одна из этих моделей в ансамбле, точнее говоря, она не одна из. Строят множество моделей на разных индикаторах и потом итоговую модель учат на их предсказаниях. То есть у нас в реальных современных моделях где-то от 150 до нескольких сотен моделей в ансамбле, самых разных, которые дают свой сигнал. И потом на предсказаниях этой модели строится уже итоговое предсказание. Поэтому все вот эти вот модельки на индикаторах, на фундаментальном анализе, на прогнозировании временных рядов, на обучении с подкреплением, не знаю на чем еще, на LLM-ках. Все это являются кирпичиками большого-большой системы ансамбля. Поэтому нельзя сказать, что идет загрязнение какое-то, а наш ансамбль итоговый, он улучшится работать в условиях современного рынка. И если современный рынок работает вот по таким законам, ну нам странно будет бороться с законами рынка, нам надо следовать законам рынка, чтобы построить успешную модель. Так, здесь, по-видимому, пошло уже обсуждение. Читаю, такое большое количество роботов, в частности создаваемых любителями, а также мало подкованных ритейл-трейдеров делают рынок еще более торгуемым, а еще менее эффективным. Ну, сложно сказать, знаете, неподготовленные трейдеры очень сильно, например, подвержены новостному фону. И наша итоговая модель, она оценивает то, насколько новостной фон повлияет на движение цены. В том числе, в каком коридоре это будет влияние, с какой задержкой после выхода новости это будет влияние, как раз ориентируясь на включение вот этих вот неквалифицированных трейдеров, которые работают по старинке, глядя в монитор, а не с помощью алгоритмов. Поэтому описание поведения этих трейдеров – это тоже один из компонентов модели. Вопрос про альфу связан с тем, что если среднюю по инвест-компаниям взять, то будет ноль. У вас есть уверенность, что мат-методы позволяют положительную альфу получить или в среднем ноль, но участники сотрясательные имеют плохие модели, альфа и плохие модели имеют. Альфу вы что имеете в виду? Здесь на жаргоне есть несколько таких компонентов. Если вы имеете в виду долю рынка, которая торгуется в плюс или в минус, то в среднем рынок торгуется немножко в плюс, за счет этого он растет. Ну, опять же, он растет превышение над средней доходностью. Ну, да, примерно то же самое, что я говорю. В среднем… А, превышение над средней доходностью рынка? Нет. Превышение над средней доходностью рынка у небольшого числа игроков. Большая часть игроков торгуется в районе меньшей, чем средняя доходность. Средняя доходность как раз и получается у нас средневзвешенная по рынку. То есть тот профит, который получают участники, дает нам как раз вот этот вот рост рынка, то есть дает прирост капитала. Ну, я, по крайней мере, так мыслю себе модель общемировую. Столько фондов, позиционирующих себя как квант, что средняя по ощущениям минус. Ну, смотрите, если бы средняя по ощущениям была минус, то эти деньги бы выходили из рынка куда-то, и мы бы видели не рост индекса, а падение индекса. Поэтому, если мы имеем долгосрочный тренд индекса на рост, значит, все-таки совсем долгосрочный прогноз дает нам плюс небольшой. А если мы видим на каком-то периоде общую тенденцию индекса рынка падающую, то, значит, сработали минус. Ну, опять же, это если мы берем всех вообще игроков по всем рынкам. Здесь еще может срабатывать то, что мы анализируем, в общем-то, не весь рынок, а мы анализируем какую-то его часть. Например, рынок ценных бумаг. Но это же не рынок вообще. Да, вот, вы правильно сказали, перетекают в фонду фундаментального анализа. Не только в фонды. Капитал перетекает между сегментами рынка. То есть перетекает из бумаг, например, из фондового рынка в криптовалютный. Или потом перетекает в сырьевой рынок, еще куда-то. То есть капитал постоянно движется. И, опять же, крупные игроки, большие игроки анализируют, в том числе, показатели перетока капитала. То есть насколько у нас активен в данном случае отток или приток капитала из этого сегмента. И обязательно надо делать поправку на этот показатель. Иначе мы на таком падающем рынке будем вынуждены выходить и ждать без вариантов. А мы должны все-таки на нем зарабатывать. Так, ну хорошо. Вернемся к нашей практике. Так, вы видите код. Вы видите код, да. Так, сделаю чуть-чуть покрупнее, чтобы вам было лучше видно. Значит, что мы сделаем? Мы загрузим. Хотел я сначала показать на пакетное управление. Ну, на самом деле, ладно. Мы загрузим. Попроще сделаем. Мы загрузим акции, там, Dow Jones 30. Я просто гружу их по привычке одной строкой. Так удобней. Выберем оттуда бумаги Apple. Ну, почему Apple? Ну, не почему. Просто взял и дернул какую-то одну единственную бумагу. На ней построим различные индикаторы. И будем строить модель классификатора. Почему? Потому что предсказать точную цену на завтрашний день, например, это задача очень сложная. Для ее решения надо использовать какие-нибудь более серьезные модели, чем такая простенькая модель, какой-нибудь регрессор на наших параметрах. И более того, такая модель для нас избыточна. То есть мы что хотим? Мы хотим узнать, завтра наши бумаги будут стоить дороже или дешевле. То есть если завтра наши бумаги будут стоить дороже, то сейчас нам надо вывестись, выйти, завтра цена упадет, и мы откупимся. Если наши бумаги завтра будут стоить дороже, то нам надо сегодня закупиться, или если мы уже закупились, то сидеть в нашей позиции. Таким образом, нам надо с вами построить бинарный классификатор. Завтра бумаги будут в плюсе или в минусе. Но наш классификатор не должен работать относительно нуля, потому что существуют комиссии, и мы должны оценивать, насколько наши бумаги должны сдвинуться завтра, чтобы мы оказались в плюсе. Выбор вот этого треш-холда зависит от, опять же, от вашей подписки на биржу, то есть какие комиссии вы платите за операцию на бирже. Есть очень много различных планов. Поэтому мы сегодня в волонтаристке взяли там какой-то треш-холд, не помню, единицу, по-моему, я взял, ну или 0.7. В общем, можно поменять в любой момент. Покажу, где это делается. Но не судим. То есть мы будем строить обычный бинарный классификатор, который будет на основании технического анализа, предсказывать, завтра будет плюс, причем плюс относительно некого треш-холда. То есть если мы зайдем сегодня, то завтра и завтра выйдем, то мы точно должны оказаться в плюсе. В большом, небольшом – это уже второй вопрос. Но мы точно должны оказаться в плюсе. Ну и, соответственно, если завтра мы получаем фолз от нашего классификатора, то мы должны либо выйти, ну либо, если мы уже вышли, то сидеть и ждать точки входа. То есть у нас будет очень такая примитивная модель, но эта модель как раз модель самого первого шага. То есть когда мы с вами пытаемся только-только вообще прицепить сюда какое-то машинное обучение для построения наших, обучения наших финансов. Значит, что мы делаем? Мы с вами грузим из Finnerale Yahoo Downloader. Это такой рапорт, просто такая обертка, которая позволяет нам удобно загружать с Yahoo Finance финансовые данные по бумагам. Больше она здесь у нас ни для чего не используется. То есть мы из него там Dow Jones 30 выдернем и потом Apple загрузим. Нам нужен будет Talib для расчета технических показателей, индикаторов. Нам нужен будет модель классификатора. То есть возьмем градиентный бустинг, который живет в эскалерне в родном, как самый такой примитивный. И возьмем чуть более умные модельки LightGBM и CutBoost. Ну и, соответственно, метрики качества. Поскольку у нас наша моделька бинарный классификатор, то мы просто в тупую посчитаем для нее матрицу ошибок и посмотрим, насколько она хорошо отработана. Окей. Грузить будем наши учебные данные с 2009 по 2021 год. Загружаем наш Dow Jones 30. Скачали наши данные. Преобразовали дату. То есть поскольку он скачался у нас в строковом формате, нам надо дату преобразовать к реальным данным. Так. Ну и здесь у нас множество-множество индикаторов. Выберем для нас только бумаги Apple. И поскольку все остальное нам уже не нужно, то мы выкинем столбцы с индикатором, потому что мы вытянули только Apple. И с номером торгового дня, потому что нам это в данной модели вообще не нужно. И вот у нас получился такой вот ванильный датасет, где у нас отмечена дата, цена открытия, максимальное и минимальное закрытие, объем торгов. Ну, собственно говоря, минимально возможный датасет, с которым мы можем работать. Минимально возможный финансовый датасет. Ничем мы обогащать сегодня его не будем. Мы будем строить тупой технический анализ на наших финансовых данных. Посмотрим на наш индикатор. То есть мы будем работать вот с таким вот графиком. Здесь мы просто отобразили с 16 по 19 год. Для обучения нашей модели мы будем использовать весь период. Просто если мы наберем весь график, то он будет такой не очень информативный. Здесь я вырезал некоторый кусочек для иллюстрации. Так, начнем строить наш технический анализ с помощью библиотечки Talib. Ссылочка на саму библиотеку. Записывается она ta-lib.org. Если вы будете ставить ее через пипи.org, через пик, через пакетный менеджер питона, то там будут помимо самой библиотеки еще куча в раперов сторонних для нее. Поэтому обращайте, пожалуйста, внимание, что именно вы поставили под именем Talib. у нее на борту есть такая вот функция, которая говорит Get Functions. Get Functions возвращает нам все возможные функции технических индикаторов, которые у нее есть. То есть в ней 158 значений. то есть мы можем ее можем ее в явном виде выдернуть и вот получим здесь перечисление всех вот этих вот функций технического анализа, которые мы можем из нее достать. Так. Можно получить эти функции через группировку. То есть вообще говоря, эти функции сгруппированы в 10 групп. То есть не надо копаться в каждой из... в таком вот сквозном списке. Если вам надо подумать, проанализировать, то вы можете сделать Get Functions Group и получить словарь. То есть там будет в качестве ключа название группы индикатора и в качестве значений перечень этих индикаторов. То есть вот, например, посмотреть на функции группы Volatility Indicators мы можем вот просто так, таким образом. Если хочется больше информации получить, понимать, что лучше, либо читать исходную документацию на сайте, либо мы можем просто в любой IDE открыть сам файл библиотеки и вот здесь вот все вот эти вот функции перечислены. То есть можно посмотреть в таком вот виде исходного кода, что здесь содержится и что здесь как бы есть. вправить здесь ничего не надо, потому что это приведет к проблемам с кодом к падению, но, по крайней мере, на мой взгляд, читать и смотреть, что здесь есть в таком виде гораздо удобнее. Так, теперь попробуем поработать с нашими функциями. Построим различные скользящие средние. 5, 10, 15, 20, 50, 200. Помимо самих скользящих средних построим отношения 5 к 15 и 50 к 15. Построим скользящие средние для объемов торгов. Это тоже иногда оказывается полезным показателем. И такие же отношения для этих скользящих средних. Мы обогатили наш датасет вот таким вот набором показателей. Посмотрим, как это выглядит. То есть, здесь у нас в коде этого ноутбука еще будет код для отрисовки всех этих графиков. То есть, вот у нас идет 200-дневная средняя, 50-дневная средняя, 15, ну, там, 15, она следует почти за графиком цены. Очень близко. Помимо простой скользящей средней, мы можем построить экспоненциальную. Как я уже говорил, она следует более резко за ценой и строится она функцией EMA. Ну, соответственно, Simple Moving Average SMA это простой скользящий средний, экспонент Moving Average это экспоненциальная средняя. вообще все эти показатели совпадают, как правило, со своими аббревиатурами, которые использованы в литературе. Ну, вот мы можем посмотреть на то, как себя ведет экспоненциальная скользящая средняя и можем посмотреть вот этот график, который я показывал вам на презентации, строится на их взаимное отклонение. Теперь построим полосы Боллинжера. Для построения полос Боллинжера есть функция BeBand, BeBand, точнее говоря, которая возвращает нам сразу три значения, то есть среднюю, скользящую среднюю, вот эту по периоду 20. В принципе, она у нас уже посчитана, но ничего страшного, еще раз записалась. верхнюю и нижнюю полосы. Соответственно, вот у нас есть некоторый график по полосам Боллинжера. Это полосы, а сами индикаторы у нас представлены в нашем датафрейме под вот этими вот именами. В принципе, можно строить какие-то линейные комбинации или нелинейные комбинации, какие-то производные функции, то есть сигналом, например, является пересечение графика цены с верхней или нижней полосой Боллинжера. То есть мы можем построить дополнительный какой-то сигнал торговый в наш датасет, который будет true и false, в зависимости от того, произошло пересечение или не произошло пересечение. Ну, мы сейчас не стали строить, то есть это уже накручивание такого более сложного технического анализа различных показателей второго уровня. Мы можем развивать и надстраивать нашу систему показателей дальше. Мы построим индекс относительной силы, строится он в 10, как бы уже понимаете функции RSI. Картиночка из презентации вы ее видели, ну вот можно построить дополнительно точки пробоя уровней 30-70 в качестве дополнительных каких-то торговых сигналов и тоже его использовать в модели. Я вот это проговариваю и все, я не буду сегодня это строить, но если вам интересно поработать с классическими моделями, у вас есть вот такое пространство для творчества, то есть для каждого графика есть поясняющий текст для каждого показателя, то есть что он из себя представляет и какие торговые сигналы на его базе генерируются, то есть вот здесь 30-70, соответственно вы можете сгенерировать себе в датасет еще одну фичу, которая будет указывать там минус единица, ноль или единица в зависимости от того, где находится у вас RSI. 30 и ниже, от 30 до 70, от 70 и выше, то есть и на эту фичу ваша модель уже тоже будет ориентироваться. Так, значит, нуберинг Моцеде, язык сломаешь, здесь мы, наша функция Моцеде возвращает нам три параметра сам Моцеде, Моцеде сигнал нам нужен, ну там и историческую некоторую, некоторый тренд, то есть точки пересечения Моцеде и Моцеде сигнал тоже являются торговым сигналом, то есть их тоже можно вычислить и использовать в модели. Как вычисляются точки пересечения графиков, я вам показывал на прошлом вебинаре, то есть на самом деле то, что у нас графики визуально пересекаются, не говорит о том, что в наших рядах данных данные точки совпадают, то есть у нас может получиться то, что в день там 15 марта у нас один тренд был выше, второй ниже, а в 16 марта данные изменились наоборот, визуально графики пересекутся, но в самих данных мы не увидим совпадающих значений, поэтому если вы попытаетесь сгенерировать сигнал на основе того, что у вас значение в двух рядах совпадают, то вы чаще всего ничего не получите, не получите совпадающего значения, а графики между тем пересекаются, поэтому надо применять чуть более хитрую технику, то есть вычислять например сдвиг ряда относительно самого себя на одну позицию, вычислять будет оно в плюс или в минус, это как раз покажет то, что будут они пересекаться или нет. Ну, как бы код для этого на прошлом вебинаре был, этот код приложен к видео на ютюбе, если кому-то интересно, кто-то не посмотрел или кто-то забыл, то сходите, возьмите этот файл юпитер ноутбук, и там это как раз дело просчитано, то есть там просчитано, как в автоматическом режиме прямо сгенерировать точки торговых сигналов относительно двух трендов, двух сигналов. Так, индекс направленности, здесь мы как правильно замечено было в комментариях, не брали ADX, AD+, AD-, а мы брали сразу ADX и вычисляли его как бы относительную силу тренда, то есть возрастание или убывание относительно значения 25. опять же можно вычислить точки пересечения ADX с линии 25 или 30 и на основании этих точек пересечения сгенерировать дополнительные торговые сигналы. Это усложняет нам модель, но чем больше мы вводим новых индексов, особенно каких-то производных от базовых, тем как правило мы повышаем качество нашей модели. так ну индекс относительной силы еще мы посчитаем и скорость изменения rate of change так теперь мы будем сгенерируем для нашего датасета который вот содержит кучу вот этих технических индикаторов сейчас нам надо сгенерировать для него целевую переменную по которой мы будем моделироваться мы моделироваться будем относительно того изменение цены закрытия к следующему дню точнее к предыдущему дню было положительно или отрицательно причем положительно или отрицательно мы будем считать не относительно нуля мы будем считать относительно одного доллара по цене считая что данный показатель покрывает наши затраты на совершение сделки Мы учитываем комиссии, которые мы заплатим за совершение сделки. Если у нас изменение цены было больше единицы, то мы считаем, что у нас true, иначе false. Запустили, сгенерировали целевой столбец. То есть это наша целевая переменная, по которой мы будем моделироваться. Хорошо, собрали наши фичи, название столбцов, которые у нас будут фичами. Мы не будем в нашу модель тянуть наши исходные данные, потому что не будем. Мы занимаемся техническим анализом, значит мы будем смотреть по показателям технического анализа. Значит мы собираем показатели технического анализа, которые мы будем анализировать, и выделяем наш true или false в виде таргета. Таким образом у нас есть DataFrame с нашими исходными данными для моделирования и наш таргет, по которому мы будем смотреть. Разделим его на трейн и тест. На тест мы оставим 10% данных в самом конце. То есть помните, когда мы делаем моделирование временных рядов, а у нас все-таки данные эти, хоть мы и убрали исходные данные по ценам, все-таки это остается временным рядом. Мы не должны перемешивать наши значения. Это значит, что все тестовые данные должны идти после тренировочных. Поэтому мы говорим, что 10% мы откладываем на тест и разделяем наши данные без перемешивания линейно. То есть у нас 90% идет на тренировку и отложенная выборка идет на тестирование. То есть у нас будет с вами 26 фичей, 2540 точек данных для обучения нашей модели и 282 точки уже на тестирование нашей модели. 282, то есть почти год мы будем откладывать на тестирование. Значит, построим самые простые примитивные модели. Что значит примитивные? Берем градиент Boosting Classifier прямо из коробки с его значениями по умолчанию. Ну там Learning Rate чуть-чуть подтянули и увеличили количество стимейтеров со ста по умолчанию до 250. Обучаем и смотрим, насколько он хорош. То же самое делаем с Light Gradient Boosting Classifier, Light Gradient Boosting Machine Classifier, LGBM и с CutBoost. Абсолютно то же самое. И выводим итоговый отчет. Значит, градиент Boosting. RockAug кривая 0.56. Давайте вспомним, что такое RockAug. Что такое вообще метрики бинарного классификатора. То есть у нас есть матрица ошибок, состоящая из четырех исходов. У нас есть два истинных исхода и по другой оси два предсказанных исхода. И у нас есть четыре варианта. Мы предсказали 0 и истинный 0. Мы предсказали 1 и истинный 1. И две ошибки. Мы предсказали 1, а истинный 0. И мы предсказали 0, а истинный 1. То есть ошибки первого и второго рода. Соответственно, мы можем считать показатели, которые отвечают отдельно за ошибки первого и второго рода, и мы можем считать некоторый взвешенный показатель, либо F-меру, взвешенную меру между пресиженным и реколом, и либо ROC-AUC кривую, точнее говоря, ROC кривую, а считать площадь под этой кривой. Что такое ROC-AUC кривая? Случайный классификатор, совершенно случайный рандомный классификатор будет давать нам диагональную линию в этом квадрате ROC-AUC, и площадь его будет 0,5. То есть метрики ROC-AUC меньше, чем 0,5 не бывает. Если наша метрика ROC-AUC меньше, чем 0,5, значит мы инвертируем наши показания, и она становится больше, чем 0,5. Чем ближе метрика ROC-AUC к единице, тем лучше. Но ROC-AUC не отражает нам, в какую область ошибок первого или второго рода наша модель сваливается. То есть, где она работает лучше, где она работает хуже. Значит, ну, для чистоты эксперимента и для того, чтобы лучше понимать, что происходит, выведем суммарный отчет. Катбуст вполне ожидаемо отработал лучше всех. Катбуст хорошая модель, написанная Яндексом, и для бустинговых моделей это одно из лучших решений. Не только российское, это вообще мировое одно из лучших решений для классических моделей. Если мы посмотрим более детально на метрики, то мы увидим, что наш катбуст затачивается для того, чтобы не допустить ошибок первого рода. То есть, чтобы у нас Precision был максимальный. То есть, наша модель предсказывает положительный результат, а на самом деле он отрицательный. Наша модель нам предсказывает, что надо покупать, а на самом деле надо было держать или продавать. То есть, точнее, надо было продавать или сидеть без акций. Вот от таких ошибок наш катбуст нас спасает. Эскалерновский градиент имеет наихудший показатель суммарный по рука уку, но при этом имеет достаточно неплохие и более стабильные показатели по ошибкам первого и второго рода. Поэтому, если мы будем на основании такой примитивной модели выстраивать нашу торговую стратегию, то нам надо будет смотреть, на какое действие мы ориентируемся. Если мы хотим избежать ошибок первого рода, то есть нам надо входить в точки, которые явно принесут нам рост, то мы должны пользоваться катбустовской моделью. При этом, если мы хотим предсказать более точные участки падающего рынка, нам надо пользоваться эскалерновской моделью. То есть у нас уже получается с вами маленький ансамбль. То есть мы уже видим, что нам надо немножко нашу итоговую модель исказить, в зависимости от того, что именно мы предсказываем. И здесь нам на помощь приходят так называемые алгоритмы мета-обучения. Мы можем теперь, используя вот эти наши модели в качестве базовых, построить третью модель, не третью, четвертую уже модель, верхнеуровневую, которая будет строиться на предсказаниях этой модели. То есть она будет в качестве фичей иметь предсказания этой модели и ориентироваться снова на наш итоговый таргет. И она сама научится тогда, в каких случаях ей надо брать катбустовский классификатор, а в каких случаях эскалерновский. Это очень замечательные свойства ансамблей моделей. Они очень хорошо позволяют повысить скор. Они очень полезны в использовании, особенно в сложных таких вещах, как финансовое моделирование. Без ансамблей никто. Вот, ну, как бы идея у вас есть, можете попробовать ее развить. Предсказания моделей у нас есть. Создать новый датасет из предсказаний моделей и целевой переменной. И обучить следующий классификатор, который будет работать на том, какой взять тот, а какой взять этот. Что еще можно сделать? Мы задали какие-то параметры для наших классификаторов. Фактически из коробки. А может быть надо было задать какие-то другие параметры для наших классификаторов. Надо сделать подбор гиперпараметров. То есть надо, поскольку модельки бустинговой классификации учатся достаточно быстро, то есть вот у меня обучение модели идет полсекунды всего-навсего. То есть датасет у нас небольшой. Моделька учится быстро. Значит, мы можем пробежаться по достаточно большому полю гиперпараметров, сделать его подбор и найти, какие параметры наилучшие для работы этой модели. Я вас уверяю, что скор подрастет. То есть я не делал здесь, потому что у нас самый простейший пока пример. В общем-то мы затачиваемся на технический анализ, а не на прям моделирование. Но подбор гиперпараметров обязательно надо делать. Так, на этом будем мы практическую часть заканчивать. Я посмотрю вопросы ваши. Так, вопросы, вопросы, вопросы. Так, перетекают в фонду. Да, алгоритмы умеют торговать в шоттер. Алгоритмы все умеют, в том числе торговать в шот. Мы посмотрим с вами на курсе стратегию скальпинга. В том числе. Так, им все равно куда торговать. Главное настроить. Ну да. Значит так, можно текст программы для данной для тренировки. Данные для тренировки скачиваются из интернета. Текст программы, ноутбук вот этот вот будет приложен к видео. В личном кабинете и на ютубе завтра. Так, ну вот будет приложен. Да, будет работа с ценами без дифференцирования, профанации, подгонка. Ну, она не совсем подгонка. Мы попробовали, что у нас получается. Все равно мы получили некоторый паскарам. Мы получили некоторый плюс небольшой. По-хорошему, конечно, надо делать бэктестирование. То есть надо запускать нашего обученного вот этого агента торговать на основании этой модели, которой он обучился. И смотреть, какой у него профит будет на конец периода. Отработал он выше, лучше, чем рынок сам по себе, чем индекс рынка или хуже. Это будет, собственно говоря, решение того, наш агент уже работает в плюс или работает в минус. Для бэктестирования специально есть библиотечки. И мы на следующем вебинаре, когда мы будем строить с вами нейросеть, как раз запустим такую библиотечку и посмотрим, прогоним валидацию нашей модели на то, как она отработает, лучше рынка или хуже рынка. Так, это можно валидировать или перестраивать модели ежедневно. Ну, если у нас модель обучается несколько секунд, то мы ее можем перестраивать хоть каждый час. Если у нас модель обучается несколько дней, то мы ее вынуждены переобучать раз в неделю или раз в месяц. То есть смотреть, как у нас упал скорр нашей модели и ориентироваться на это. В отличие от различных табличных пользовательских данных, например, каких-нибудь кредитных скорингов или еще каких-то данных, где нам для того, чтобы на продакшене, на проде проводить оценку того, как наша модель работает и как плывут данные нашей модели, нам надо держать людей, которые будут проводить ручную перепроверку данных, то здесь за нас ручную перепроверку делает сам рынок. И мы можем просто в тупую ориентироваться на то, как наша модель отрабатывает относительно рынка. То есть рынок это уже правильный ответ. Вот. И смотреть, поплыл наш скорр, есть у нас дрифт показателей или нет. Как только у нас дрифт появляется, наши показатели плывут вниз, качество модели падает, значит это хороший сигнал на то, что нашу модель надо переобучить. Значит какие-то переменные на рынке изменились, то есть в мире в реальном что-то изменилось и нам надо нашу модельку подтягивать под реальный мир. Как на будущее будете прогнозировать? Это же классификаторы, предикторы нужны. Я уже сказал, это классификатор. Классификатор нам говорит о том, что будет у нас завтра плюс или минус. Торговать нам или не торговать. Это самая базовая отправная точка, с которой мы собственно говоря и начинаем нашу работу. Так, вопрос про перебор гиперпараметров. Как избежать переобучение на слишком удачную комбинацию? Ну вопрос такой очень широкий, то есть у нас есть различные методы оценивать, насколько наша модель переобучилась. То есть различные ридж регрессии, гребневая регрессия, оценки качества модели и так далее. Но всегда мы все равно отталкиваемся от того, как наша модель работает на той выборке данных, которую она не видела. По-хорошему, наши исходные данные надо разбивать на три части. То есть делать часть, на которой модель учится, часть, на которой подбираются гиперпараметры, и тестовая часть, и валидационная часть, на которой смотрится итоговый скорбь. Сколько модель хороша. Второй подход, если данных мало, вот как в данном случае у нас данных мало, мы можем делать кросс-валидацию. Запускать обучение и подбор гиперпараметров на кросс-валидации, и потом брать какое-нибудь среднее предсказание из всех моделей, со всех фолдов. В чем же модель машинного обучения? Какая была разметка? Это же не классификация. Почему не классификация? Я же сказал, что мы решаем задачу классификации данных. Будет завтрашняя цена выше сегодняшней или ниже сегодняшней. И в зависимости от этого мы можем делать то или иное торговое действие. Бэк-тестирование в курсе будет? Да, конечно, будет обязательно. Индикаторы для прогноза берутся того же дня, что и цена движения, которые прогнозируем. То есть индикаторы, да, тут вы правы, Дмитрий. Я слишком переупростил модель. Значит, нам нужно будет тогда таргеты сдвинуть на один шаг вперед и прогнозировать то, что будет завтра по сегодняшним индикаторам. Спасибо за подсказку. Абсолютно правильное замечание. Когда следующий вебинар? Следующий вебинар сейчас скажу. Следующий вебинар по финансам у нас будет 17 числа. Так, существуют ли хорошие способы создания эмбеддингов на основании нейронок временных рядов на основе данных торговой пары? Ну, существуют. Самый простой способ разбирать торговые ряды, связанные между собой, это с помощью ЛЛМки на базе Лаглама. Она очень хорошо вытаскивает эмбеддинги из торговых данных и более того, она умудряется связывать их между различными рядами. То есть мы можем скормить ей, условно говоря, все бумаги из индекса Dow Jones или S&P 500. И она помимо того, что научится прогнозировать следующее значение, она еще научится связывать эти прогнозы между разными бумагами. То есть она будет учитывать движение других бумаг в качестве дополнительного торгового сигнала. Так, ноутбук будет вместе с записью на ютюбе? Да, будет. Так, разгреб я ваши вопросы, попробовали мы практику и теперь я вам расскажу про наш курс. Курс состоит из шести учебных блоков и финального курсового проекта. На первом блоке мы знакомимся с вами вообще с понятием финансового рынка. То есть из чего он состоит, какие есть термины, какой есть жарганизм, то есть какие бумаги, что такое бумаги, что такие акционы, что такое криптовалюты и валюты, товарный рынок, фьючерсный рынок. Вот это вот все мы разберем с вами, что такое. И разберемся с базовыми такими математическими понятиями. То есть посмотрим классическое машинное обучение, вот то, что мы сегодня делали. Посмотрим статистику и временные ряды. И разберемся немножко в анализе финансовых данных с точки зрения математики. И вспомним основы Python и поработаем с Python в виде кода для вычисления всех этих статистик и различных показателей. Затем модуль будет посвящен техническому анализу. То есть мы еще раз поговорим про графики индикаторы, мы поговорим про паттерны технического анализа. Мы поговорим вот как строить классические модели. Мы поговорим об особенностях технического анализа к разным классам активов. То есть на фьючерсах, например, он будет строиться по-другому. Для криптовалют, поскольку там очень частотные и сильно волатильные эти операции, ряды, то там надо будет делать некоторые, ну, там не 14-дневное зрение, там немножко по-другому строятся некоторые классические индикаторы. Именно для крипты, потому что большая высокая волатильность и очень много часто различных сделок и данных. Ну и плюс фундаментальных показателей практически нет никаких. И поговорим про эффективность моделей на базе технического анализа. Зачем, значит, мы поговорим с вами о том, как вообще строить различные признаки. То есть помимо того, что мы взяли тупо данные, на которых мы делали технический анализ, нам эти данные надо еще как-то предобрабатывать. Посмотреть на всякие выбросы, посмотреть на отсутствующие данные, выделение каких-то аномальных участков. То есть если мы учим нашу модель и у нас в нашем временном ряду есть какие-то очень резкие скачки и изменения, то это плохой паттерн для обучения. Она будет очень сильно сбивать нашу модель с толку, и, возможно, такие участки лучше из некоторых алгоритмов вырезать и не показывать. Значит, ну и в итоге мы соберем с вами некоторый пайплайн предобработки. То есть для того, чтобы наши данные получали следующий кусок свежих данных, который накопился там, условно говоря, за неделю, то есть Яхт Финанс предоставляет за неделю минутные тики бесплатно. Соответственно, если мы повесим какую-нибудь лямбда-функцию в облаке, которая будет каждую неделю собирать нам минутные данные, то через год у нас накопится хороший архив минутных данных, с которыми можно работать. И нам не придется за это платить деньги. То есть полный набор данных с Яхт Финанс за всю историю наблюдений стоит там порядка 800 долларов. Для компании это вроде небольшие деньги, а для частного инвестора такого, особенно начинающего игрока, это все-таки уже такое приличное вложение. И не все готовы его тратить. Но даже для, скажем так, для нормальной модели не нужны исторические данные, там, минутных, данные по минутным сделкам с 1960 года. Ну, это бессмысленно. Это не несет никакой ценности. А вот собрать минутные данные за последний год и работать с ними, это уже нормальный подход. И, в принципе, можно добиться этого совершенно бесплатно, просто повесив лямбда-функцию в облаке, она у вас за год там сожрет 5 долларов. Так, значит, затем мы начнем разбираться в моделировании стратегии. То есть сейчас мы с вами строим некоторую модель. Но это не стратегия. Это некоторая модель, которая предсказывает нам ближайшее торговое действие. А если у нас некоторый портфель, в котором, ну, грубо говоря, вот мы начинаем с вами с миллионом, с миллионом долларов. И нам нужно разобраться, какие бумаги, в каком объеме купить. Дальше у нас есть прогноз на ближайшее время. Там есть досреднесрочный прогноз, есть короткий прогноз. Нам надо выработать какие-то правила поведения, сколько мы можем продать, сколько мы не можем продать, что нам надо держать, что нам надо крутить в короткую и так далее. Вот это вот называется стратегией. И мы как раз будем разбираться на этом модуле, как строятся стратегии, какие есть стратегии, и как они формализуются в виде некоторых алгоритмов. Чуть-чуть поговорим про популярные стратегии. Там тот же скальпинг, например. Вы наверняка слышали такой же аркон. Вот. И чуть-чуть поговорим про высокочастотные данные. Мы не будем с вами строить высокочастотных моделей, потому что это совершенно отдельная область, которая ориентируется больше не на какие-то торговые сигналы, а на отработку таймингов и задержек информации между биржевой площадкой и торговыми терминалами, и торговыми роботами различных агентств. То есть здесь надо сидеть на широком канале, непосредственно рядом с площадкой. И здесь расчет идет на десятые доли секунды. Мы должны вынести решение и выставить свою заявку. Понятное дело, что на наших ноутбуках нам не тягаться. Здесь пишут уже не на питоне, здесь пишут, как правило, на плюсах, оптимизируют программы под скорость работы. И, в общем-то, это такая область, которая больше относится, наверное, не к финансам, а к оптимизации программного обеспечения. Но мы немножко про это поговорим, про особенности этого, этой области, про решения, которые там есть, и в какую сторону нужно копать, если у вас появится желание этим заниматься. Так, затем мы перейдем с вами к нейросетям. Поскольку мы поняли уже, как строить стратегии, мы поняли, точнее, мы поняли, как строить классические модели, мы поняли, как на классических моделях строить стратегии. И теперь мы хотим наши модели усложнить и обогатить, для того, чтобы наша стратегия была более гибкой. И вот здесь мы как раз начнем говорить про нейронные сети. Что это, как это, как это учится, то есть что такое нейронная сеть, как она учится, и как мы можем использовать наши нейронные сети в построении более сложных моделей. Ну и здесь будет такая небольшая отвлеченная лекция в серединке у нас про регуляторные различные аспекты и некоторые этические моменты. То есть, грубо говоря, откуда можно данные воровать, откуда нельзя данные воровать. Точнее говоря, не то, что нельзя, откуда данные воровать, нужно очень аккуратно, потому что за это может наступить ответственность. Так. И мы перейдем к сборке уже более сложных вещей. Мы поговорим о том, как наши нейронные сети, простые полносвязные сети или сверточные нейронные сети, можно обогатить еще дальше. То есть здесь у нас разговор пройдет про LLM. ЛЛМ-ки строятся на базе трансформеров. Учатся они тяжело и долго. Они потребляют огромное количество памяти, но они дают достаточно точные предсказания. Значит, учить их сложно. И даже на Inference они работают недостаточно быстро. Поэтому в тупую использовать LLM-ки, ну, как бы трансформерные архитектуры для прогнозирования временного ряда и работы с этим прогнозом непосредственно не всегда получается. Ну, тем не менее, как правило, такая модель в ансамбле все равно присутствует. LLM-ки чаще всего используют для анализа новостного фона и оценки того, насколько этот новостной фон повлияет на движение рынка. Поговорим с вами про агентов обучения с подкреплением. То есть здесь есть фреймворки, которыми можно воспользоваться. Мы не будем тоже сильно в это закапываться. У нас есть курс прямо по обучению с подкреплением, где мы на протяжении трех месяцев это все дело изучаем. Вот, ну, мы поговорим с вами, как такие модели тоже прикрутить в ансамбле и как построить, в общем-то, из коробки на базе фреймворков без глубокого понимания такого агента, чтобы включить его в нашу работу. Соберем наш финальный ансамбль. То есть мы соберем базовые модели, на их предсказаниях обучим финальную модель, которая будет оценивать еще то, какой консенсус у нас был, то есть какая уверенность у нас нашей финальной модели в своем решении будет. И этот ансамбль, я покажу вам, ну или не я, там кто-то из коллег, посмотрим по датам, как это все дело закатать в докер образ и раскатать это все дело в облако. То есть понятное дело, что серьезные модели не могут работать у вас на ноутбуке, они должны работать где-то в облачной среде. И за этими облачными моделями тоже надо следить, наблюдать. Должна крутиться сервер сбора метрик, отрисовка метрик, причем метрик не только того, что происходит на самом сервере, но и как себя ведет ваша модель, а лучше, как себя ведет каждая модель из вашего ансамбля. И какие модели, когда нужно переобучать, то есть как настроить автоматический алертинг, что качество предсказания опустилось ниже критичного, что прогнозируемый там профит падает, и нам нужно срочно переобучить модель. Мы, к сожалению, здесь тоже не успеем сделать с вами автоматический конверт переобучения, но если вы начнете ориентироваться в эту сторону, то есть курс MLOPS, где мы строим такие конвейеры в том числе. То есть у нас там и метрики лагируются, и при поступлении в хранилище новой порции данных или при достижении метрики какого-то трешхода модель автоматически отправляется на переобучение. Так, ну и, собственно говоря, это и была наша вишенка на торте, раскатка модели в облако и настройка ее для круглосуточной работы. Фактически вы на этом этапе будете иметь все необходимые кирпичики для того, чтобы собрать свой собственный достаточно сложный ансамбль и выкатить его в Яндекс.Облако или в Амазон.Облако, в Гугл, в ВК, в общем, куда угодно, какая облачная платформа вам больше по душе. Так, на выполнение проекта у вас примерно месяц, да, нет, два месяца. С учетом того, что это будут новогодние праздники, там, да, сдвинули немножко. Ну, обычно где-то полтора месяца для выполнения финального проекта. Ну, и на этом, собственно говоря, мы и заканчиваем с вами обучение. Учиться мы будем с вами точно так же в видеоформате два раза в неделю, примерно по полтора-два часа у нас будут вебинары, все записи будут храниться на платформе, все ноутбуки, все материалы тоже будут храниться на платформе и будут всегда вам доступны для, собственно, как бы тренировки и участия. Значит, курс у нас начинается 31 июля, а 17-го у нас будет следующий вебинар, где мы с вами построим нейросеть простенькую для анализа финансовых данных. Опять же, мы, скорее всего, будем строить ее, я еще, правда, не строил этот вебинар, наверное, мы тоже возьмем с вами технический анализ, ну, может быть, подтянем туда немножко фундаментальных данных и для вот этого конгломерата построим нейронную сеть, которая, ну, чему-то обучится. И мы сделаем с вами уже полноценное бэктестирование, то есть мы получим оценку для нашей модели отработала она лучше рынка или хуже рынка. То есть сейчас мы посмотрели просто через матрицу ошибок, посчитали там метрику рок-аук или F1, а здесь мы оценим нашу модель уже в деньгах, в ее реальной работе на тестовых данных. Так, я вас прошу заполнить опросик, он у вас скинут в чат, там есть эти, его можно заполнить только, правда, если вы залогинились на платформу Otus, но вы и так туда залогинились, потому что вы получили приглашение и пришли сюда к нам на вебинар. Так, я иду ваши вопросы. Так, так, ноутбук будет, да, спасибо, ценная информация, пожалуйста. Так, если бы была утечка цены в индикаторе, то метрика была бы не 60, а 95. Утечка, ну, она не очень значительная, плюс у нас модель очень примитивная, поэтому она не так жестко среагировала на эту утечку. Утечка действительно есть, мне правильно вы сказали, может, я тогда перепишу ноутбук немножко, чтобы сдвинуть это дело. Так, как насчет генерации искусственных данных на основе имеющихся, типа ГАН и прочее? Нет, это не очень хорошая идея. ГАН нам не сгенерит искусственные данные. Если у нас мало данных или нам нужна более сложная модель, сложнее, чем у нас есть данные, то мы пользуемся библиотеками обучения с подкреплением. То есть у нас там генерируется некоторая среда, и наша модель обращается в эту среду за данными столько, сколько ей нужно для эффективного обучения. Вообще, в таких сложных пространствах, как рынок, обучение с подкреплением ведет себя очень хорошо. Это очень мощная технология и имеет очень-очень такой большой потенциал роста. Единственное, что он обучается, оно очень тяжело. Криптан и ОКХ представляют исторические данные по крипте. Я имел в виду не по крипте. По крипте вы можете скачать исторические данные с того же Binance, там еще откуда-то. Биржи предоставляют их бесплатно. Единственное, что они предоставляют их порциями. Я не помню, поскольку там по какого-то количества точек. Идя вот этими вот окнами, в прошлое вы можете скачать все эти исторические данные. Здесь я имел в виду, что данные по рынку бумаг, по Форексу, это все надо идти на... Одна из самых популярных площадок, это Yahoo Finance. Они предоставляют исторические данные платные. Есть ли какая-то специфика при скальпинге? Есть специфика при скальпинге. Скальпинг это такая очень специфическая технология, немножко искусственно придуманная, и мы ее детально на курсе разберем. Если мы сейчас начнем ковыряться в скальпинге, мы тут зависим еще на полчаса. Так. Знакомы ли с успешными примерами алгоритмической интродэй торговли на низких таймфреймах, такие как M5, M10? Ну, не в чистом виде, но как компонент модели такие стратегии строятся. Немножко искусственная ситуация, если вы хотите выдернуть именно фреймы M5, M10, именно на них строить свою торговлю. Но, в принципе, можно поковыряться. Просто не надо себя ограничивать именно вот такими вот временными блоками. То есть надо брать различные сигналы. Ну, если вы работаете на таймфреймах в пятиминутках, ну, в принципе, можно строить модели на этом. Единственное, что все сопутствующие данные вам надо обрабатывать достаточно шута. Ну, хотя нет, пятиминутки еще нормально. Если вы переходите на минутку или на секундные диапазоны, то там надо уже достаточно производительную машину иметь, чтобы успевать вот эти вот данные всегда постановые поступающие данные пережевывать. Так, как определяют на практике, когда переобучать, чтобы не было слишком поздно сильный сдвиг распределения или просто просадка доходности до определенного установленного. Собственно говоря, смотрите, сильный сдвиг распределения или просадка доходности это одно и то же. Поэтому там единственное, вам надо смотреть, насколько у вас широкий разброс по вот этого, широкий разброс распределения, то есть вы будете ориентироваться на сдвиг мат ожидания. При этом, если у вас большое стандартное отклонение, большая дисперсия в данных, то вы можете его не сразу заметить, но это набирается просто статистика дополнительная и все. Спасибо, рубашка огонь, пожалуйста. Так, кому интересно, можно взять бесплатные последние два года, лимит на выцеды поставить раз в 15 секунд. Ну да, есть, полигон его. Так, так, что почитать или посмотреть, посоветуйте. Почитать, посмотреть. Смотрите, я бы вам посоветовал посмотреть или почитать различную литературу по индикаторам для технического анализа. Сейчас я вам что-нибудь скину. Так, сейчас я найду только секунду. У меня была просто подборка и специально делал. литература литературы по тому, что можно почитать в качестве некоторого такого теоретического введения. Так, наверное, на этом все. Будем заканчивать. Мы с вами уже два часа общаемся. Вы, наверное, устали. Я так немножко тоже. Спасибо большое. Был рад всех видеть. презентацию. Презентация будет вместе с ноутбуком прикреплена к видео завтра. Презентация и ноутбук прикрепляются к видео, когда его выкладывают на ютюбе и в личном кабинете в отусе. Так, спасибо большое. Да, благодарю за интересный урок. Благодарю вас. Спасибо за ваши вопросы, за ваш интерес. Ну, и надеюсь увидеть вас у себя на курсе. Буду рад с вами дальше общаться. И приходите в линк, стучитесь, буду рад всех видеть. Спасибо всем большое. Хорошего вечера. Пока. Пока. Пока.